В толковом словаре Ожегова сказано Предмет его творения – художественный текст. В детстве Лиза выписывала журнал «Джек и Джилл» ради переводных рассказов про Бабу-Ягу. Так началось ее знакомство с русской культурой, а позже перевод русских текстов стал профессией. Писатель, лауреат премии «Большая книга» Евгений Водолазкин – один из самых популярных российских авторов у англоязычной публики. Его главное требование к переводчику – чтобы тот любил своего автора. В 2012 году я была в Москве, и я видела книгу в магазинах, и я еще раз посмотрела начало книги, думала, ой, как я буду вот этот старый язык перевести. Но я, как и Водолазкин, как выяснилось, работаю на очень интуитивном уровне. И я посмотрела старые переводы Библии и нашла там, находила постоянно старые слова из «мидал-энглиш», так называемый. И Водолазкин как раз сказал, что вот этот подход ему нравится, потому что он также, в принципе, выбирал из разных мест свои слова. Так что проходящая ситуация получилась. Водолазкин Иль барбаро-форестерос, маличиат ущита, Сиэкоси аммансито, ал крепусколо диуна вита ауциоза, Да эсэр пронто а суссураре диатронатитсия, Ке туті гідеи дэй дэлла Грэча ти протэггано. Всё. Самое главное при переводе стихов – сохранить дух текста, А форму и размер можно менять. Так писал Николай Гумилёв. Клаудия Скандура переводит на итальянский язык Тимура Кибирова и Сергея Гондлевского И тоже считает возможным пренебрегать формой. Нет, и должен быть рисунок, и должен звучит, конечно, Но метрики я не заблюдаю. Я очень извиняюсь, я знаю, многие здесь мне говорили, почему, Но нет, это не получится. Не получится. Потом это будет как решетка для слов. Я хочу, чтобы читатель понял, что это такие певучие, но сильные и стихи полны значения. Хоакин Фернандес Вальдес, романтичный молодой человек из Барселоны, Уже 10 лет из своих 40 переводит русскую литературу. Сначала полюбил русских композиторов, потом кино, теперь переводит классику. В свое время он был потрясен романом Анны Каренина, А недавно закончил работу над программным томом Тургенева «Отцы и дети». Я помню, что была проблема со словом «пошлость» и «пошлый», Потому что это такое у вас богатое слово, что многозначенное, да? И уже Набоков сказал, что нельзя переводить это слово. И я помню, что когда переводил у отцов и детях, говорят, что нельзя называть Базарова пошлим или что-то в этом роде. И я думаю, что это значит бульгарный, банальный, тривиальный, что выбрать лучше, да? Зависит от контекста. А в этом контексте, да, я перевел как банальность, тривиальность, да. Буквальные переводы с русского невозможны. Нужно уметь переводить юмор юмором, любовь любовью, горе горем, писал Сергей Довлатов. С художественным текстом это возможно. А как быть с перепиской? Я училась здесь в МГУ, ходила в ААП, Всесоюзного агентства по авторским правам, искала там пьесы для моего отца, который был театральным актером. И мне там мой друг сказал, это была пятница вечером, он сказал, возьми вот эту папку, открой в общежитие и понедельник вернешь. Я пришла в общежитие, открыла папку и начала читать письма Цветаеву к Рильке. И пастернака к Рильке, и вот эта переписка, да, я не могла оторваться. В понедельник пришла, я ему сказала, я тебя не верну, хочу заниматься переводом. И это была первая-первыхая моя книга, которую я перевела. С тех пор перевод «Любимое занятие Сельмы» и ее профессия уже 35 лет. Она любит мемуарную литературу и публицистику, перевела письма Цветаевой и статьи современников о Толстом. Всерьез называет перевод искусством и говорит, что каждый раз словно идет по канату, настолько сложно порой бывает найти адекватное слово или оборот. Зачем я это делаю? Это хороший вопрос. Литературный перевод – это действительно очень большой труд. Это большие нервы, это гигантские усилия. Но надо из этого извлечь вот какое-то удовольствие, а то можно повеситься прямо. Я не думал просто потому, что это другой язык, а просто потому, что это уже другой мир. Да я думаю, что даже не каждый русский человек понимает все части телеги. Мы очень близко, Россия и Латинская Америка. Поэтому русские чувствуют себя очень хорошо в Бразиле. Москвичи в Сан-Паулу – это как дома. Мы очень похожи. Лиза Хейден, Клауди Аскандура, Хуакин Фернандес Вальдес, Сельман Сира и еще 300 переводчиков русской и зарубежной художественной литературы приехали в Москву на 4-й Международный конгресс переводчиков. Литературный перевод как средство культурной дипломатии – слоган нынешнего конгресса, единственного в мире подобного мероприятия для переводчиков. И вот те люди, те 200 человек, которые приезжают со всех континентов, они… ну это наше такое золотое достояние. Они дальше передают профессию свою следующим поколениям. И самое главное, что они почувствовали наконец-то востребованность. Главная площадка конгресса – Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы. Бессменный многие годы директор библиотеки Екатерина Генеева была одним из авторов идеи проведения конгресса. Это не только литература, но это еще и жизнь, которая прочитывается через литературу и авторов других, другой культуры, другой нации. Год назад Екатерина Юрьевна не стала, но нынешний директор Вадим Дуда по-прежнему рад видеть переводчиков в стенах библиотеки. Гуден так, бонездиэс, бонджорно, Италия. Владимир Григорьев, заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, давно занимается издательской деятельностью. Он понимал, что необходимо не просто объединить переводчиков и издателей русской литературы за рубежом, но и разработать грамотную программу государственной поддержки. И вот изучая тему, пришел к пониманию того, что мы никого не поддерживаем. Мы не поддерживаем развитие этой школы, мы не поддерживаем продвижение русского языка. И как только я стал, в общем, пришел в орган государственной власти, который на степени отвечал за книгу и издания, то я начал задумываться о том, что можно было бы на этом смысле сделать. До недавнего времени основные классические романы 19-20 века во многих странах существовали только в переводе с английского и немецкого. Вот Анна Каренина впервые была переведена на испанский с русского языка три года назад. На португальский язык еще целые пласты, скажем таки, как Достоевский, Толстой, еще не переведены с русского языка. Пять лет назад Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям учредило некоммерческую организацию «Институт перевода». Основная деятельность института – гранты зарубежным издателям на переводы русской литературы. Цель, к которой мы стремимся, – что должно стать результатом труда Института перевода. Это должен стать некий электронный портал, на котором будет стотомная русская библиотека на английском языке, стотомная на китайском, стотомная на французском, на немецком, на испанском, на итальянском, на японском, на китайском, на арабском, на португальском и дальше на других языках. Это пока перспективы, но и сейчас институт делает колоссальную работу. Международные книжные ярмарки, встречи с писателями, двуязычные издания, нынешний конгресс – все это рождается в этой небольшой комнате. По итогам встречи с Питером, с Таней, делаем меморандум, направляем Оливеру Редди. За пять лет существования институт поддержал свыше 600 переводов с русского на 46 иностранных языков. Текущий большой проект института – китайская библиотека. Перевод книг современных российских авторов на китайский язык и обратно. Так сложилось, что у нас очень богатая традиция китаевидения и московского, и санкт-петербургского, и китайская классика у нас практически вся переведена. В этом плане мы, ну, возможно, даже первые в мире по количеству переводов классической китайской литературы. Но что касается переводов литературы современной, то очень многие переводы у нас датируются 50-ми, 60-ми годами. В последнее время многие книги переводили с английского языка, например, и слишком мало хороших книг с китайского. В то время как в Китае сейчас новый взлет китайской современной литературы. Они называют это новой эпохой, которая там происходит. Но кроме поиска интересных авторов и творческой работы, сотрудникам института приходится решать вполне бытовые задачи. Все 300 участников Конгресса на их попечении. Встретить, разместить, накормить, не дать потеряться и не пропустить доклад. В чужой стране участники Конгресса как дети. Ну, это, конечно, фанаты своего дела, безусловно. Это такие какие-то люди из 60-х годов немного. Ну, то есть у них особая всегда одежда. Они отличаются необычной прической, может быть, какой-то обувью, может быть, какими-то усами необычными. Но они всегда очень необычные. Я в университете учился и русскому, и тоже древним языком, как латын, древнегреческий. И они были для меня как-то одинаковые. Ремняне, греки, русские. И я, когда я приехал в Россию, в Россию понял, что, а вот эти русские живые, они живут, они еще создают что-нибудь. Там очень трудные слова, трудные выражения, которые устаревшие. И решил, что вот надо снова, вот нужно как новый вариант перевода. То есть решили еще раз перевести такие народные сказки для молодежи. Если ты будешь подходить к этому только с творческой точки зрения и не обращаешь внимания на всякие исторические, культурологические детали, то, конечно, переводы будут слабыми. Для моей страны, для моей среды, англоязычной, нужен большой стимул, чтобы интересоваться другими культурами. Потому что как господствующая культура мировая в данный момент, мы недостаточно понимаем, вместо же стараемся понимать другие культуры. Русские поэты очень привлекательны. Именно под воодушевление русской литературы китайский молодежь стремился к революции, к свободе, к любви. От художественного перевода мы требуем, чтобы он воспроизвел перед нами не только образы автора, не только его сюжетные схемы, но его литературную манеру, его творческую личность, его стиль. Если эта задача не выполнена, перевод никуда не годится. Так строго говорил о ремесле переводчика Корней Чуковский. Переводчик и член Программного комитета Конгресса Александр Левергант не так строг. По его словам, переводчику мало что нужно, кроме ручки и бумаги. Но ответственность перед исходным текстом, разумеется, никто не отменял. Переводчик может сколь угодно замечательно знать язык, на котором он переводит, но не надо забывать, что его потребитель – это его собственный язык. Можно ли вообще научить переводу? Что это, ремесло или искусство? У каждого переводчика свой ответ. Но насчет того, возможно ли вольная интерпретация текста при переводе, тут уже строгие правила профессии. Литературный переводчик, опытный, умелый литературный переводчик, подавляется самолетом, который в зависимости от своих надобностей летит либо очень низко от земли, либо взмывает вверх. Вот когда ты переводишь, например, детскую литературу или юмор, где много игры слов, где есть возможности интерпретации, там ты летишь высоко над землей и, соответственно, сильно меняешь текст, который переводишь. А если ты переводишь описание карточной игры или работы работницы на фабрике, там ты летишь, так сказать, близко от земли. Главная цель конгресса – сделать так, чтобы люди со всего мира, посвятившие себя русской литературе, наконец увиделись. Но не только это. Международный конгресс переводчиков – это уникальная возможность для переводчика встретиться вживую со своим автором. Привет! Привет! Писатель Дмитрий Данилов, автор романа «В горизонтальное положение» и «Описание города», номинант премии «Национальный бестселлер» и финалист «Большой книги», держит в руках издание своего романа на голландском языке. Автор перевода Арии Вандерэнд – большой поклонник современной русской прозы. А сейчас, как я понял, ты тоже пишешь поэзию, да? Ну да, это, кстати, недавно, в общем, началось. У всех обычно по-другому. У всех обычно сначала стихи, а потом прозы. Поэзию Данилова Арию еще предстоит перевести. Но и по поводу прозы есть о чем поговорить. Некоторые понятия переводчику может объяснить только писатель, носитель той культуры и языка, на котором написана книга. Вот пример был характерный. В горизонтальном положении там была улица Вавилова, Вавилова, да, а ты ее привел, как улица Бабилонстраб, да, то есть Вавилонская улица. Конечно, Вавилонская улица не может быть такого. Сессии и круглые столы Конгресса посвящены разным темам. Мастерству перевода, отношениям автора и переводчика, детской литературе, переводам поэзии. Но везде, в каждом зале иностранки обсуждают переводы классических текстов. Их перепереводы – сборники и антологии. Классика, будь то русская, будь то какая-то другая, она обретает новую жизнь именно в переводе. Не то, чтобы они модернизируются каким-то насильственным образом, но это целая живая история рецепции. То, что существует иногда, как в случае Анны Карениной, десятки переводов на один и тот же язык, это говорит не только о золотом фонде русской классики, но и о том, что перевод придает ей какое-то дополнительное измерение. Мы говорим о дипломатии, о посольской миссии, и она, конечно, вообще русской культуры в целом, русской литературы в целом, но ведь, увы, или, слава богу, не на русском языке. Ведь это все, все эти переводы, которые все эти миллионы людей, которые приходят к России и начинают ее любить, они начинают любить прежде всего, потому что главный посол, лучший посол, который был у России – это русская литература. Но русская литература в переводах. Пускай это не совсем тот Тургенев, к которому привыкли мы, и который читается в Китае по-другому. Но эти попытки нового прочтения, конечно, обнаруживают в нашем привычном Тургеневе новые потенции, новые дополнительные контексты, что присутствует и в внутреннем нашем, внутрироссийском освоении Тургенева. Вот к вопросу о том, что такое перевод. Это и неточный, и не неточный. Это увидеть то, что существует в природе. Вот где-то носится, Пушкин увидел это, сказал по-русски, и перевод гениальный будет тогда, когда ты сквозь Пушкина, благодаря Пушкину увидел это там где-то, там, где сказано на всемирном языке. В Китае переводят Тургенева, в Индии – Достоевского, в Америке – Чехова, а во Франции – Соложеницына. Классическая русская литература по-прежнему самый ходовой товар у западной публики. Лучшие инвестиции издателей и сложные задачи для переводчиков. Всегда больше классикой интересуется. Всегда. Да, и всегда есть спрос, и издатели все хотят новый перевод чего-то. Скоро будет твистлетие, так говорится, со дня рождения Тургенева. У нас в Китае вот для Котовья встречать такой Котовщины. Русский литературный язык – это, с одной стороны, смесь классической европейской литературы. Продоль, прежде всего, до XVII века. И устной речи, и устной традиции, чего нет по-французски. А это очень трудно. Когда перепереводишь Тостоевского, как я и сделал с преступлением и наказанием, то чувствуешь со спиной всех других предшественников, чувствуешь какое-то давление. Вот вы работаете над фразой одной вот Гоголя, и вам кажется, что да, вы все поняли, все хорошо, интересно, смешно. Вы потом перечитываете по-французски. Полная катастрофа. Я считаю, главной задачей переводчиков не переоткрывать Тостоевского, а показать своим соотечественникам, людям, говорящим по-английски, что существует что-нибудь интересное именно сейчас в России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Я очень рад вас всех приветствовать на торжественной церемонии вручения третьей премии за лучший перевод на русский язык произведений классической, современной, литературы 20 века и поэзии. Торжественное вручение премии Редраша «Читай Россию» за лучший перевод – главный и самый волнующий итог Международного конгресса переводчиков. Из 16 номинантов только четверо станут героями этого вечера и получат медали, цветы и диплом. Эта премия имеет денежное содержание, это деньги для переводчика и деньги для издательства, которое издательство имеет право потратить только на следующий выпуск, в следующем книге в переводе с русского языка. И вот я держу в руках диплом, которым премия «Читай Россию» награждает переводчика Романа Тургенева «Отцы и дети» на испанский язык. Ваша работа очень важна для распространения российской литературы. Так что большое спасибо за ваше великое дело. Спасибо. Перевод сборника произведений писателей 20 века «Причудливый пейзаж русской литературы» награждается Сельма Ансира. Браво! Дорогие друзья, уважаемые коллеги, позвольте выразить свою бесконечную благодарность членам жюри за то, что они считали достойным столь важной для нас переводчиков премии. Ещё раз вам всем большое-большое спасибо! Ну а победителем становится Лиза Хейден, Евгений Водолазкин-Лавр. Спасибо всем, пожалуйста, членам жюри особенно, сотрудникам Института перевода за прекрасный конгресс и за всю поддержку нам всем переводчикам и морально, и материально. Это очень важно. Спасибо. Спасибо всем большое. Ну и, конечно, это Клаудио Скандура. Спасибо всем. Спасибо членам жюри. Я не могу поверить. И я в восторге. И вообще спасибо вам большое. Два дня конгресса подошли к концу. Два дня общения, встреч, разговоров и профессиональных открытий. Так запомнят эти дни участники. Сейчас им есть что отпраздновать вместе с победителями премии. Есть что праздновать и организаторам. Этот праздник состоялся исключительно благодаря их работе. Я люблю Институт перевода! Что бы знали в мире о России, если бы переводчики не переводили на свои языки Чехова, Соложеницына, Шолохова, Булгакова? Что бы мы знали о мире, если бы не читали в великих переводах Данте и Сервантеса? Переводчик сегодня – это посланник культуры, наделенный вверительными грамотами Пушкина, Толстого, Достоевского, Чехова и всех современных российских авторов. Не ремесленник, не профессионал, а миссионер, рассказывающий одним людям про других так, что каждый читатель чувствует единство всего человечества. Если ты любишь и ценишь культуру другого, так же, как свою, и восхищаешься языком этой другой культуры, то это означает, что ты так же любишь свою культуру и так же восхищаешься своим языком. Субтитры создавал DimaTorzok